Добрый день! Я приветствую всех любителей астрологии. И сегодня у нас гороскоп, прогноз для наших львов на октябрь 2024 год. Дорогие мои львы, этот период осеннего месяца несёт к вам по солнечному затмению 2 октября очень важную тему третьего дома гороскопа, а это общение, коммуникации и, возможно, какие-то важные для вас образовательные курсы, получение новой квалификации и новые какие-то знакомства с друзьями, когда вы, возможно, получаете очень много информации в этот период. Самое главное в этот период по солнечному затмению не обмануться и не просчитаться в каких-либо знаниях, в обучающих процессах. У нас солнечное затмение происходит в соединении с чёрной луной Лилит и фиктивной точкой Кету. Также здесь Меркурий в соединении и вся эта, в общем-то, большая группа вместе с Солнцем и Луной. Всё это в напряжённом, оппозиционном таком состоянии к планете Нептун. Здесь самое важное включать свои важные приоритетные задачи, возможно, даже мечты, проекты в равновесное состояние, приводить всё это в гармоничные отношения. В этот же день у нас происходит новолуние, и поэтому новые процессы, которые вы будете закладывать, важно не просчитаться в важных, значимых для вас проектах. И здесь очень важно, возможно, для вас будет получение новых дополнительных знаний, так как здесь также в соединении с солнечным затмением Меркурий имеет важное значение, то есть те... и третий дом, в котором всё это происходит, это тоже про коммуникации, про учебные процессы, поэтому здесь вдвойне нужно будет просматривать то, что вам необходимо. И важные отношения, новый виток развития могут иметь для вас братско-сестринские отношения, также коллеги по работе, с которыми вы коммуницируете в тесном сотрудничестве. Это могут быть и важные, значимые для вас знакомства с вашими соседями по лестничной площадке, по дому, которые приносят для вас важные встречи и, возможно, даже какие-то значимые моменты, когда вы проекты будете свои выстраивать, опираясь на все те информационные потоки, которые приходят в этот период времени. И здесь нужно будет обратить внимание, что напряжённая конфигурация квадратуры будет происходить у Марса с Меркурием. Здесь будет закладываться начало каких-либо отношений, коммуникаций, и, возможно, здесь активные дела будут происходить по марсианской энергии, которая находится в вашем 12-м доме гороскопа. И здесь могут быть очень активные действия, возможно, даже опрометчивые действия. Меркурий имеет тему здесь третьего дома, и поэтому очень много предложений может поступать, но, возможно, они не состыковываются с теми делами, с которыми вы планируете коммуницировать. И по Марсу здесь тема 12-го дома, когда, возможно, тайны выходят каких-либо взаимоотношений, коммуникаций, также тайны выходят какой-либо дистанционной работы, возможно, какие-то дистанционные проекты, которые вы введёте, они вскроют свои подноготные тайны и закулисные какие-то взаимодействия. И вы, естественно, будете, возможно, не очень-то довольны. И самое главное, что кульминация этих событий может иметь разрешающее значение только в феврале 2025 года. Поэтому здесь главное не просчитаться, брать именно то, что не искушает вас по чёрной луне и не даёт какие-либо камни преткновения, включать свою внутреннюю интуицию. И здесь самое главное быть аккуратными с документами, где могут быть сбои. И, возможно, здесь нужно обратить большее внимание для того, чтобы не ошибиться. 13 октября у нас планета Меркурий переходит в знак Скорпиона и до 3 ноября пробудет в этом секторе и актуальность, включая вашего 4-го дома гороскопа. А это возможные, важные для вас могут быть покупки в этот период времени для дома, для семьи. Это могут быть арендные какие-то отношения с арендодателем. Здесь могут решаться какие-либо договорные ситуации, купли-продажи. И также родственное общение, которое очень активно может включить Меркурий в этот период времени. Самое главное не включать какие-то, так скажем, подводные камни, потому как в Скорпионе может быть что-то скрыто, может также иметь какая-то трансформация по дому родных и близких, отношения, взаимоотношения с этими людьми, которые вам близкие и дороги. И здесь важно будет обращать внимание и не обмануться в каких-то взаимоотношениях. Возможно, и здесь ситуации могут касаться, когда вы хотели бы думать лучше о своих возможных взаимоотношениях с родственниками. Но на самом деле здесь может скрыться какая-то ситуация, которая в целом может не очень вам нравиться. 17 октября происходит полнолуние в 25 градусе Овна, и здесь отрагивается кульминация тема расширения границ мировоззрения, тема взаимодействия с иностранными сообществами, организациями. Здесь возможное сотрудничество, и полнолуние, возможно, высветит важную тему обучающих процессов, путешествий каких-то, связанных с работой. А также, может быть, вы будете в этот период получать какие-то важные для вас документы и разрешающие какие-то сертификаты, дипломы, разрешающие документы, возможно, визового характера, поездка куда-то в иностранные какие-то государства, которые могут расширить границы вашего мировоззрения. Возможно, и здесь очень важные могут быть активные взаимодействия с вашим учителем, с гуру, с наставником. Здесь также тема девятого дома может дать такое расширение оптимизма у вас на те ситуации, которые происходят по этому дому. Это может быть и какая-то ваша мечта, которая может притворяться в жизнь, имеет для вас какое-то важное значение и расширяет ваши границы мировоззрения, возможностей, ситуаций. И в этот же день, 17 октября, у нас планета Венера входит в знак Стрельца, одновременно с полнолунием, но здесь тема высвечивается по вашему дому удачи, пятому дому, и включает этот оптимизм, радость, возможно, праздники, которые для вас несут такой позитивный настрой на жизнь. Здесь могут быть творческие какие-то проекты, знакомство с новыми людьми, и также финансовая какая-то бонусная система может вас порадовать. Это могут быть и подарки, и также это могут быть и бонусы, финансы, которые вы, возможно, включали через творческие проекты. И сейчас можете получать какие-то очень радостные для вас известия, как минимум, которые вас будут радовать. И здесь взаимоотношения с детьми, возможно, поездки, путешествия, и это могут быть также и дальние зарубежья, куда вы, возможно, мечтали, и здесь может быть активная, возможная встреча с вашей второй половинкой, если вы находитесь в поиске, и для вас это может принести подъем ваших личных желаний, ваших личных амбициозных начинаний, которые предполагает пятый дом. И здесь могут быть и начинающие процессы бизнеса, начинающие процессы взаимодействия с какими-то творческими моментами, которые вас очень могут порадовать и монетизировать это хобби, которым, возможно, вы интересуетесь и занимаетесь. 22 октября у нас солнышко переходит в знак Скорпиона, ваш дом родных и близких, четвертый дом, и здесь солнце дает свою энергию, свои какие-то радостные ситуации, мероприятия, праздники с родными и близкими могут быть связаны с вашими детьми, а также связаны с какими-то возможными родовыми ситуациями, когда вы, возможно, поехать захотите на родину, встреча с близкими, с родовыми такими энергиями родственников, которые вы захотите увидеть. Здесь это очень активно тема может порадовать вас. В этот же день, 22 октября, у нас солнце дает квадратуру к Плутону и затрагиваются ваш третий и шестой дома гороскопа. А Плутон у нас включает именно какие-то застарелые вопросы, связанные с рабочими, проектными ситуациями. Возможно, это какая-то рутинная ситуация будет напрягать вас, которая будет требовать своего разрешения. И придет новая идея и новые возможности, как разрешить старые вопросы, связанные с работой. И они вас могут очень даже порадовать. 30 октября будет оппозиция выстраиваться у Меркурия с Ураном. И здесь затрагиваются ваш четвертый и десятый дома гороскопа, где будет некоторый накал возможных ситуаций, связанных с домашними какими-то вопросами и с рабочими неожиданными ситуациями, которые выйдут в этот период времени. Нужно будет их решать. И это важная задача – решить то, что для вас важно. Ну и дом семьи будет требовать важного внимания, на него обратить внимание, на родных и близких, на семью. И также рабочие процессы, которые вызовут внезапное решение каких-либо статусных взаимоотношений. Возможно, эти ситуации будут еще также касаться каких-то карьерных вопросов, амбиции будет затрагивать. И в целом планета Марс находится в вашем 12-м доме весь месяц, которая говорит о том, что затрагиваются ваши внутренние процессы, которые желательно разрешать в конструктивном русле, потому как ваши внутренние недовольства могут решать не совсем позитивно ваши рабочие проекты. Здесь оппозиция в конце месяца Марса с Плутоном, а Плутон в вашем 6-м доме работы, служения. И также ось 12-6, она дает возможное необходимое решение, связанное с вашим самочувствием, с обследованием. Вот здесь тоже нужно будет обратить внимание. И самое главное, не включать стрессовые ситуации, разрешать все то, что идет в вашу жизнь в конструктивном плане, и не включать внутренние процессы, которые дают стресс и недомогание сердечно-сосудистой системы. Самое главное, беречь сердце. Здесь может быть очень, возможно, какая-нибудь ситуация, которая даст о себе знать. Ведь солнечное затмение, которое происходит в начале месяца, оно руководится, то есть управляется Солнцем. Солнце, оно управляет вашим знаком зодиака. Самое главное, контролировать, приводить себя в равновесие по этому солнечному затмению весов, которое управляется Венера. Венера — это гармония. Это самое главное, приводить себя в то ресурсное состояние для того, чтобы конструктивно решать все, что происходит в вашей жизни. И включать творческие планы и самореализацию, включать новые дороги и новые возможные планы, которые будут корректироваться в этом месяце. Я вам желаю удачи и всех благ, и пусть все то, что вы задумаете для себя, будет для вас очень конструктивным и давать вам положительные эмоции. Всех благ вам и до новых встреч, дорогие мои львы. Удачи и пусть все, что вы себе планируете, будет только в положительном эквиваленте. Всех благ вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!